...на связь с бюджетом, несмотря на пандемию, потому что у нас есть некоторые проблемы с подключением контракта. Абсолютно правильно. Мы прежде всего хотели выразить слова правительству Российской Федерации, президенту Российской Федерации за поддержку, за комплексный подход к финансированию субъектов, в том числе и Тверской области. Поэтому, благодаря такой слаженной политике работы правительства региона, Федеральной налоговой службы, Минфину Российской Федерации, доходная часть бюджета Тверской области выполнена, и у нас даже есть небольшой плюс. Что касается расходов, действительно, необходимо ускориться. Мы видим, что самое острое направление – это строительство учреждений образования, школьного и дошкольного. Второй блок, очень серьезный, – это жилищно-коммунальное хозяйство, природопользование, где у нас есть отставание по освоению денежных средств. В том числе у нас уже вчера прошли кадровые изменения, часть людей отстроена от работы за невыполнение показателей, и поэтому сейчас мы ставим месяц для руководителей министерств и, собственно, муниципальных образований для того, чтобы были собраны документы уже по выполненным работам, либо повышенные темпы работы по направлению расходования средств, то есть вложения средств в региональную экономику. Поэтому через месяц соберемся, посмотрим, либо придется похвалить, либо придется пожать руку и пожелать успешной работы в другом регионе и в другом направлении. Учреждения культуры сегодня тоже пришли дополнительное финансирование на ремонт, на приотношение, в чем будет это? И учреждения культуры, и по направлению туризма также действительно были выделены деньги, это в том числе экономика, которая была получена на торгах, варианты два, либо денежные средства оставлять и возвращать в Российскую Федерацию, но мы для себя сделали вывод, что лучше, так сказать, максимально использовать, поэтому деньги были действительно добавлены для культуры, для государственных премий молодым ученым, для программы поддержки туризма, туристической индустрии, и считаем, что мы успеем их реализовать, успешно реализовать до конца текущего года. А сегодня также обсуждался вопрос о дополнительных средствах для премии за достижение науки и техники. Как активно вообще вузы Верхневожья принимают участие? Вы знаете, у нас заявок сейчас уже в два раза больше практически, чем премии. Премии очень интересны. Это молодым ученым, молодым аспирантам, молодым студентам. Там четыре номинации, причем они самые разные, практически охватывают все направления нашей жизни. Вот, я думаю, это первый опыт государственных премий Тверской области вот уже в таком открытом формате. Хотим это сделать по формату федеральных премий, чтобы ежегодно на День России, это июнь месяц, у нас было бы вручение государственных премий, и я уверен, что это такой станет доброй традицией. Ну и, соответственно, размер премий тоже у нас существенно увеличен. И, наверное, еще одно решение, которое мы до конца этой недели примем правительством, чтобы премии не облагались налоговым доходом физических лиц, чтобы это была цифра, сумма, которая полностью может быть использована молодыми учеными и номинантами, получателями этой премии.